Мюнхенский стрелок Спасение утопающих в России усиливают меры безопасности на водоемах Национальный герой Федор Конюхов завершил рекордом кругосветное путешествие Кто поедет в Рио? Виталий Мутко дал прогноз Олимпиаде Новые подробности расследования трагедии в Мюнхене Где от рук стрелка накануне погибли 9 человек и были ранены 16 Выяснилось, что это молодой иранец, родившийся в Германии В полиции заявляют с террористами, он связан не был Мотивами поступка могли стать расстройства психики и увлечения компьютерными играми В столице Баварии чтят память погибших по всей Германии траур Нападение было неожиданно, но не было стремительно Это видно хотя бы по тому маршруту, который проделал стреляющий Он вышел из здания Макдональдса, достал пистолет и открыл огонь по прохожим По данным британской Телеграф, чтобы жертв было побольше, преступник под вымышленным женским аккаунтом в интернете Приглашал своих подписчиков в Макдональдс, где обещал бесплатное угощение Едва ли кто-то из пришедших мог представить, что вместо гамбургеров для них приготовлены десятки полных обоим свинца Премьер-министр Турции заявил, что президентская гвардия расформирована Кроме того, он привел свежие данные После провальной попытки госпереворота были задержаны 13 тысяч человек 45 тысяч отстранены от работы Среди арестованных больше всего военных, почти 9 тысяч солдат 2000 судей, а также полицейские и прокуроры Властям удалось поймать и священнослужителя Его называют правой рукой Гюлена Предположительно, он прибыл в Турцию за два дня до путча В связи с летней жаркой погодой На российских водоемах усилены меры безопасности Спасатели за дня в день дежурят на пляжах Спасательным катерам обязаны жизнью десятки человек Сотрудники МЧС напоминают людям Известные с детства правила поведения на воде Периметр вот этих наших акваторий, водохранилищей Это будет 2,5 мкада, где-то 250 километров И на каждом километре люди хотят искупаться И лезут в воду в оборудованных и необорудованных местах Где только можно взойти в воду Поэтому здесь нужно быть очень четким И отслеживать вот эту нашу обстановку Ну а после ливня на реке в Якутии Спасли 68 туристов По данным представителя службы спасения Якутии Николая Фатеева Накануне они обратились в диспетчерскую службу Эвакуации с просьбой оказать им помощь По словам спасателей, часть катамаранов и снаряжений Унесло воду из-за сильного подтопления территории На помощь терпящей бедствия группе Направили автомобили высокой проходимости Группу спасателей В данный момент все туристы были спасены Ну и на этой неделе Федор Конюхов Завершил свой кругосветный полет На воздушном шаре почти 35 тысяч километров Он преодолел за 11 дней Побив таким образом мировое достижение Другого прославленного любителя приключений Стива Фоссета Путешествие вокруг света рекордсмен совершил за 11 дней Оболочка самого шара огромная Уже принято решение, что в городской музее Небольшой фрагмент этой оболочки передадут на память В принципе, она вся Теперь музейный экспонат Второй раз использовать ее нельзя Через час после посадки Федор уехал отсыпаться и общаться со своей семьей Кругосветное путешествие Конюхова закончено Многодетной семье из Ингушетии подарили газель от президента страны Владимира Путина Предыстория подарка такова 1 июня в Кремле им был вручен орден родительская слава У Дзахкеева 9 детей от 2 до 18 лет Там глава семейства обратился к президенту страны С просьбой помочь с приобретением автомобиля Бывший полицейский, ушедший со службы по болезни Вот уже несколько лет не может устроиться на работу Семья в основном живет на его пенсию по инвалидности в 17 тысяч рублей И детские пособия В середине июля позвонили с Кремлевской администрации И передали, что ему помогут А уже через несколько дней представители Нижегородского автомобильного завода Расспрашивали многодетного отца, каким бы он хотел видеть будущий подарок Заводчане сделали автомобиль по спецзаказу Российским спортсменам открыта дорога к победе Министр спорта России Виталий Мутко, комментируя решение Международного Олимпийского комитета Поблагодарил его и выразил надежду, что российские спортсмены достойно выступят на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро И подтвердят свою чистоту и порядочность Конечно, это очень важное решение И мне кажется, оно принято в интересах единства мирового спорта В интересах единства олимпийской семьи Потому что допинг – это, конечно, мировое зло Это не только проблема России И, конечно, с ним можно справиться исключительно совместными усилиями Мы готовы на добросовестной основе Совместно с МОК, с независимой комиссией МОК Совместно с ВАДО Переформатировать всю антидопинговую систему Также Виталий Мутко отметил, что надеется, что Международная спортивная федерация допустит российских атлетов к участию в Олимпиаде При этом самому министру спорта, отказанного в аккредитации на игры в Рио-де-Жанейро Художники и активисты решили воспользоваться поистине мировой славой новой видеоигры Pokemon Go Чтобы привлечь внимание к положению сирийских детей «Я здесь, спасите меня» – это призыв маленьких сирийцев к мировому сообществу Озвучили фотографы, изобразившие детей из разных городов с рисунками покемонов в руках Фотографии были распространены в социальных сетях, как сообщается офисом оппозиционных режиму Асада Революционных сил Сирии На каждом рисунке указано имя ребенка и название города, где он живет Оппозиция таким образом выразила сожаление тем, что повальное увлечение покемонами затмило то, что происходит в Сирии сегодня По данным ООН, с начала противостояния в 2011 году более 280 тысяч человек были убиты Половина населения страны, в том числе десятки тысяч детей, были вынуждены покинуть свои дома Ученые из Европейского химического агентства провели исследование, доказавшее опасность чернил, используемых для татуировок Краски, используемые для нанесения тату, потенциально токсичны и могут вызывать целый ряд заболеваний, начиная от аллергии и заканчивая раком Причем наиболее ядовитыми оказались красные чернила, за ними следуют синие, зеленые и черные Агентство намерено опубликовать список подозрительных компонентов, которые содержатся в красках для тату Специалисты в сфере здравоохранения также признают, что британская практика в отношении тату отстает от общеевропейской и требует ужесточения К примеру, татуировщик не обязан надевать одноразовые перчатки, даже если у клиента идет кровь Также нет жесткого требования использовать в работе одноразовые инструменты, что увеличивает риск передачи инфекции от одного посетителя тату-салона другому Это вся информация к этому часу, новости доступны на сайте телеканала, а также на видеопортале YouTube Увидимся в следующем выпуске, оставайтесь с ТБН и никуда не переключайтесь Редактор субтитров А.Семкин